Всем привет, друзья! Вы на канале Free2PlayGames. С вами Михаил. Это игра Trials of Heroes. Сегодня пятница, новое обновление. Вроде у нас немного должны внести какие-то изменения во вторжение пустоты. Посмотрим, что это, что-то годное или как обычно, что-нибудь проходное. Давайте посмотрим, друзья. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии, друзья. Всем каждому спасибо за поддержку. Ваши лайки и подписка. Самая лучшая поддержка для канала, друзья. Всем большое спасибо. Перед тем, как мы начнем, пару организационно-технических вопросов, друзья. Первое. Немного по-другому пытаюсь улучшить качество звука и картинки, друзья. Записываю немножко по-другому. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам звук и картинка. Это первое. Второе, друзья, по поводу свитков. На следующей неделе у нас вроде бы новый герой. Тени. Но в группе в Телеграме ребята обратили мое внимание. Спасибо им большое, что на светотень у нас обликов не бывает, когда мы крутим. Там другие награды. Поэтому я буду крутить светотень только... Ну, точнее, тень в этот раз только, если будет что-нибудь прям там супер-пупер, которое будет перебивать по урону Таноса. Потому что в приоритете у меня сейчас книжки, чтобы развивать эти здания облики и книжки. И третий момент, друзья. Возможно, кто-то видел. Я пробовал на этой неделе такой тестовый стрим. 8 минут. Посмотреть, как звук, как картинка, как у меня получается это все подключить. По времени. По времени. Это с 7 до 9. Оптимальное время для меня проводить стримы. Потому что позже это начинается грохот сильный и уже темно. Там комендантский час начинается. Не сильно это все будет удобно. Поэтому такое время самое оптимальное. И, друзья, если кто-то, несмотря на то, что не будет обликов, хочет дать аккаунт для прокрутки, пишите на почту. Можно связаться еще с Телеграм. Все будет через Телеграм. Все ссылки в описании под видео, друзья. Фух, такое длинное вступление, друзья. Но надо было это проговорить. Погнали посмотрим. Вот обновление вторжения пустоты. Есть добавленный вызов подфайндера. Посмотрим облик Грэмари. Главное не забыть посмотреть. Набор приключений. Понятно, луна, но это... Дайте какие-то печенюшки, скормите. Получите какие-то награды. Ну, давайте смотреть. Специальное предложение в топку. Приключения, как обычно. Чемпионат мира. Еще раз вскользь, друзья. Напоминаю, надо проходить. Там свитки можно получить. В районе 75 свитков. Надо проходить. Сундуки тихо. Понятно. Зов раз. Вход. Так, нам дают 5 каких-то печенюх. И 4 кубика. Месячные события обновлены. Так. Ну, погнали смотреть. Погнали смотреть своими глазами. В топку, в топку. Так, печенюхи. Печенюхи у нас есть два варианта. Джеба или Петру мы кормим. Здесь у нас свет, осколки. Обычные, элитные. И орбы, песок. Понятно. Здесь у нас тьма. Свитки. Пегас. Понятно. Выбираем или то, или другое. Плюс еще за уровни мы получаем дополнительные награды. Это первый, второй, третий джебы. Это больше для развития. И это уже для старичков, для прокачки зданий. 2, 3, 5. Ну, это донат. Донат. 50. Это чтобы у нас поднять один уровень. Плюс еще у нас возможен 10% крита. Итого, где мы их можем получить? Купить набор не для фри-то-плея. Награда за ежедневный вход нам 5 дают 35. И еще за каждый кубик, прокрученный в нашем приключении. Какая ситуация, друзья, получается в приключении? Получается, можно 4 кубика нам дают. Это за 7 дней 28. Плюс еще купить 30 можно 58. 58 и плюс 35 за вход печенюх мы получаем 93. И теперь сами считайте, друзья. Из расчета, что у вас будет дикий крит какой-то, по 2 будет вам выпадать, крит удвоенный будет выпадать, возможно, кто-то сможет до третьего уровня дойти. Поэтому, друзья, тут надо решать каждому самому. Понятно, кто постарше в эндгейме. Ему эти материалы интересны. Но даже я вот смотрю, интереснее, наверное, взять болванку, быстрее прокачиваться. И одну, и вторую. Шестизвездочную и девятизвездочную. Чем вот этот капля. Совсем по чуть-чуть. Да, их тут 5 сундуков. Не знаю, еще подумаю, но ситуация такая, друзья. Едем дальше. Так, у нас тут очень прикольный обмен. Первый раз такое вижу. Возможно, я забыл. Но это прикольно. Единственная проблема, опять же, опять же, откуда взять столько кристаллов? Нам надо 33 тысячи кристаллов, чтобы купить 30 этих кубиков. Тут 1000 сундуки. И тихие орбы и свитки обязательно надо выкупить. И перед этим мы еще, друзья, меняли героя за кристаллы. Ну, это просто. Фух, я не знаю, где столько кристаллов взять. На скреб дополнительно уже сундуки. Сундуки покажу вам, как обычно. Два взял. Два взял. Вот этот я, наверное, брать не буду, потому что вот в этом событии можно за 1500 поменять 50 осколков и взять точно такой же сундук. Это выгоднее, чем за 4000 там его покупать. Что тут из интересного? Из интересного еще вот этот легендарный эксклюзивный артефакт. Я, наверное, его возьму, друзья. И у меня еще один есть. Еще один есть. Как видите, лимит на все по одному стоит. Так что, у кого кристаллы есть, конечно, возможно, стоит все купить. Но у меня в приоритете будет артефакт и болванка. Так, едем дальше. Здесь я пооткрывал ничего интересного. 35. Тут путешествие. Что у нас в наградах? В наградах. Эх, эх, эх. У нас нету на крафт галактического артефакта, друзья. Нету итемок в этот раз. Все обычное. Ну, даже не знаю. Даже не знаю, стоит ли покупать. Ну, опять же, опять это все надо. Все в индивидуальном порядке, друзья. Будет зависеть от того, сколько у вас кристаллов. И если их много, понятно, все можно выкупить, все поиграться. Но у меня, как видите, кристаллов сейчас ноль. Я буду думать. Плюс еще у меня в древних руинах две десятки свитков не выкуплены. Мне не хватает. Так, чемпионат понятно. Здесь, друзья, кто еще не менял, меняйте. Последний день сегодня. Сундуки тихо за 9 тысяч у нас нету. Ничего интересного. Взове раз. Взове раз. Ну, КамАЗ. КамАЗ, сот. Остальное все такое. А, еще вот, смотрите, друзья, у нас еще 20 кубиков. Итого получается у нас не 93, а 103. Ну, все равно получится ли с этой сотни столько крита, чтобы еще неизвестно, друзья. Может, здесь еще увеличиваться будет. А, возможно, 3 раза по 50. Ну, не знаю. Шанс есть, конечно. Если по 10 крутить, 5 раз кританет. Сомнительно, но все равно. Все равно это стоит. 113 получается у нас этих печенюх. Можно, если выкупить, еще раз повторяю, 30 за алмазы. Так, и, ну, блин, топоры света. Сколько можно сюда топоры света? 4 года топоры света. Так, давайте зайдем еще. Магазин у нас обновился. Что у нас тут из интересного? Хануман, друзья. У кого нету, прям выкупать надо-надо. Однозначно. Так, и давайте еще глянем. У нас темная башня. Второй уровень я открыл. Ну, 9. 9 миллионов. Наверное, в этот раз тоже все на автоатаке все пройдет. Посмотрим. запишу, если что-то будет интересное, выложу. Ну, вряд ли. Наверное, на третьем уровне уже будет более или менее противники. 10 лямов. Оно на максимальном, друзья. Максимальный? Нет. Скорее всего, это все будет у меня пачка 15 миллионов. Это все на автоатаке. даже выкладывать нечего будет. Так, давайте же посмотрим последнее. Последнее. Что у нас тут? Вторжение пустоты. Итак, в этот раз у нас какой? В конце раунда все бафы обнуляют. Охренеть. Ну, я, друзья, немного побил уже на каком я там месте. На каком я там месте уже меня скинули, понятно, на восьмом. Это не суть важна. В чем суть вот этой подфайндера? здесь надо набить за один раз получается 1 миллион 200 тысяч очков. Это урон сумасшедший. С моей самой лучшей пачкой наконец-то я троля взял. Понятно, он не прокачанный. Бью я пачкой вот такой. Так, быстро, быстро, быстренько. так, так, и где мой тролль? Тролль, тролль. И у нас Ханнуман. Вот такая пачка наносит в районе 100 миллионов. Она да, извините, ну или 100 тысяч очков. Хотя это самая крутая пачка считается, ну, я круче не видел, которая набивает у фри-то-плей игроков. то есть в 10 раз меньше, чем надо по заявленному вот этому подфайндеру. Награды здесь первое место 1000 алмазов дают, 800, 600 и так и так ниже. Ну, это я не знаю, это чисто для донатов. Как по мне, я не знаю, фри-то-плей игрок, вы сами видите, кто здесь набивает ну, за один раз 1 миллион 200 тысяч очков, это известно, какая пачка только может набить, и то в зависимости от того, какие здесь дебафы будут. Печалька, печалька, не знаю, какой смысл в этом был, друзья, пишите, как вы относитесь к этому нововведению, но молодцы, добавили контент, который могут поиграться только донаты, а им 1000 алмазов, это прям роль сыграют такую, для фри-то-плей, это было бы как-то, худшины поддержать как-то, более или менее, ну, не знаю, пишите свое мнение, друзья, в комментариях. В общем, такое видео, друзья, получилось, всем спасибо, кто досмотрел до конца, еще раз напоминаю, друзья, кто хочет дать аккаунт покрутить, связывайтесь со мной через телеграм-группу и через почту, все в описании есть. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным, всем хорошего настроения, друзья, мирного неба над головой, до новых встреч.